Нам покоя нет, а всё из-за тебя. Эти твои приблуды только... А тебе тут чего? Поговорить хотел. Поговорить не получится. Мы вот тут уж пробовали, только нихера не доходит. Сейчас будем иначе разъяснять. Господа, спокойней. Или ты сам уберёшься отсюда с этими твоими пшивыми нищими, или мы тебе поможем. Кончилось наше терпение. Не будет тут никакой ночлежки. Пшливан! Тут порядочные люди живут. Я так понимаю, вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар! Ещё один защитник бедноты нашёлся. Мешает! Тут наши бабы и ребятишки живут. А рядом с такой голодьбой нормальные люди даже пройти боятся. Порядочные люди? Порядочные люди? Это вы, значит? А что, есть сомнения? Ха, есть. Ты слыхал, Артуа? Он нас, сука, средь бела дня оскорбляет. Оскорбляет. Отойдём-ка в сторону, добрый человек. Мой друг сам справится с этой жаркой дискуссией. Я за страху чуть пешки не выслал. Без тебя в жопу лизал! Хорошего понемножку. Ну, сука! Давай сюда! Добро. Намёк понял. Валим отсюда. Сердечно благодарю вас за помощь. Я пытался их урезонить, но опасаюсь, что если б не вы, быть бы мне битым. Безмерно вам обязан. Чего они от тебя хотели? Это соседи. Они хотят, чтобы я перенёс ночлежку в другое место. Им не нравится, что я помогаю нищим. Я бы и не возражал её перенести, но мне некуда. А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Что это за место? Богодельня? Можно и так сказать. Они здесь могут отдохнуть, съесть что-нибудь горячее. Зачем ты им помогаешь? Им это необходимо. Послушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на Рюде-Горле. Для чистильщика? Я его знаю. Славный мальчик. Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать. Но вы подождите немного. Скоро все начнут подходить за едой. Сами с ними и поговорите. Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет. Но редко кто может найти пищу где-то ещё. Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей. Мы подождём. Спасибо за предложение. Дорогие мои! Прежде чем я подам вам суп, два этих господина хотят задать вам вопрос. Прошу вас, сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко. Иначе ваш суп остынет. А вы бы этого не хотели, правда? Я знаю, что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма. Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите. Ромэн? Что я буду вперёд лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать. Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо и ты его отдал, да? Хорошо, Ромэн. Благодарю. Кто ещё? И у меня тоже было. Я его отдал чистильщику. И у новенького. Но его нет, он не скажет. Новенький. А у меня до сих пор письмо. Я его отдам только через два дня после святого Варнавы. Мне нужно это письмо. Это очень важно. А тебе оно уже ни к чему. Но я его должен отдать собственные руки. Никому не показывать. Так сказала та госпожа. Грозная была. Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен. Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем. Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово. Ладно, тогда держи. Самому тащиться не придётся. Там вечно такая грязь. Зараза. Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри. Ну и ну. Скажу тебе, даже я такого не ожидал. В этот раз ты займёшься княгиней. Похоже на то, что мы недооценили Сианну. Судя по всему, Дэтлов должен был буквально вырвать ей сердце. Но сперва сверни ей шею. Увлекательно. Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка. Но чрезвычайно важное дело. У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот. Княгиня была последней целью Дэтлафа. Сиана это спланировала с самого начала. Определённо. Всё логично, Геральт? Сперва четыре вроде бы случайных трупа. Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстители. Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений. А последней должна была стать княгиня. Если бы ей удалось довести план до конца, никто бы не усомнился в том, что она Генриетта пала жертвой собственных проступков. Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна. Этим бы её смерти объяснили. Зачем бы Сиане убивать сестру? Из жажды власть? Из зависти? Из врождённой склонности к злу? Да, да, и ещё раз да. Все три объяснения годятся. И не исключают друг друга. Остается догадываться, что двигало Сианой. К счастью, княгиня уже в безопасности. Думаю, мы можем это утверждать. После смерти единственной претендентки на корону, жизнь княгини оказалась вне опасности. Что весьма необычно для монархов. Ну что теперь? Теперь мы выпьем. Разве что ты, как справедливый ведьмак, решишься рассказать княгине о нашей находке. Пойдём. Не помню, когда я пил в последний раз. Сомневаюсь, что такое известие сослужит княгине хорошую службу. Так бы и сказал, что ты боишься её реакции. Ты удивлён? За решётку она меня уже сажала. Всё в порядке. Иногда стоит пренебречь большой политикой в пользу маленьких радостей. В тюрьме я познакомился с очень занятными людьми. Но не скажу, что хотел бы ещё раз встретить хоть кого-то из моих соседей по камере. Твоё счастье, что ты попал за решётку именно в Тусенте. Один другой владыка не изменил бы своего решения так быстро. Особенно если учесть, что речь шла о сестре-княгине. Как ты догадываешься, Сиана была мне не слишком симпатична. И всё-таки мне очень жаль, что я не смог её защитить. А что ты, всё ещё винишь в случившемся себя? Гложет, всё ещё гложет. Ну, тогда выпей. Мне всегда казалось, что ты крайне сложная натура. И не признаёшь таких простых решений, как топить горести в вине. Есть такие горести, от которых просто нет другого лекарства. Сиана умерла, и Деттлов тоже сгинул. Баклер свободен от бестий. Кто бы из них ею ни был. Что ни говори о Сиане, а характер у неё был несгибаемый. Признаю. Хотя... Лучше бы ей иметь более философскую натуру. Чтобы время от времени её посещали мысли о правильности собственных поступков. Правда. Я понимаю, что тебе больно об этом говорить, но спасибо за помощь с Деттлафом. Не стоит. Извини, что спрашиваю, но почему... Почему я решился выйти против него? Я почувствовал, что ярость овладела им совершенно. Он перешёл порог, за которым уже не владел собой. Он бы остался бестией, с которой не выйдет дискутировать, не способный осознавать собственные чувства, которые мы для простоты назовём человеческими. Никому не пожелал бы такой судьбы. Особенно... Особенно другу. Понимаю. Прости, но я сомневаюсь, что ты действительно можешь понять. Это очень трудно объяснить. Допустим, я посчитал, что такое решение будет лучше для всех. Прежде всего, для Деттлафа. Деттлафа. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? Самый раз. Это заслуга местной мандрагоры Официнару. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной тёмно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир, и мне не нужен свет, Никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что, пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. Надень их, и тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Свет луны настраивает меня на мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Последние фазы перегонки. Добавить корни белины был бы интересный купаж. КОНКИ БЕЛИНУЮЩИНОВОЧИНОВАЮЩИЕ ПСАМЕЩИЕ Субтитры сделал DimaTorzok Куда вампир-то сделался? Нелегко будет его выследить В конце концов, он вампир Зараза, куда ты подевался? Зараза, куда ты подевался? Зараза, куда ты подевался? Ты поднял руку на вампира Я делал то, что должно Бруксы назвали тебя изменником Кодекс чести вампиров прост Даже тривиален Или ты с ними до конца В любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств Или... Тебе не простят Не простят Но на мое счастье, также обязателен и другой принцип Столь же тривиальник, как и первый Его хорошо передает поговорка С глаз долой и с сердцем вон Поэтому я уезжаю из Тусенда Скорее всего, надолго Понимаю Вернемся ко мне Чудовищно хочется еще немного выпить Ммм... Невероятный уникет Мягкое раскрытие И неожиданное послевкусие Ты не находишь? Я не силен в дегустациях Ну так самое время начать обучение В конце концов, винодельня Корва Бьянка твоя Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок На столике у кровати Спасибо Может скажешь, что это? Так, безделушка Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корва Бьянка? Повесишь мечи на гвоздь И посвятишь себя заботам о виноградниках? Нет Такая жизнь не для меня Может, я и буду забредать туда Ну там, перезимовать Выпить вина Но мне нужно движение Быть ведьмаком — это не вопрос выбора Ведьмаком ты остаешься на всю жизнь Нельзя вот так взять и перестать быть ведьмаком Потом еще есть для меня работа Гули сами не переведутся Забавно Каждый раз, когда мы встречаемся, происходит что-то потрясающее Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда? Спрятавшись в пещере И вокруг бушевала вьюга Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца Как раз встречу с Вильгефорцем Я вспоминаю с наименьшим удовольствием Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это Тогда нам казалось, что это сказочные земли А проблема здесь может быть одна Недостаточно вместительный винный погреб Видимость, Геральт Видимость А она, по обычаю мамунов и Доплеров, обманчива А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его Но, признаюсь, это было нелегко Ты уже знаешь, куда собираешься ехать? Главное, куда-нибудь подальше Я подумываю, двинуться на юг В Нильфгард? Почему нет? Нильфгардцы, общество современное Там никто не верит в вампиров И это может оказаться очень полезным для сохранения комната Интересная точка зрения Не хочется мне никуда идти Посидим здесь еще немного, дружище Посидим, мой друг Мы были свидетелями И не однажды виновниками судьбоносных событий Теперь же, после стольких трудов Нам полагается отдых Да, полагается